Девушки отдыхают Как их предложат, какие там цены, ну и как туда пройти бесплатно Всем привет, друзья! Сегодня сделаю обзор пляжного клуба Zero Gravity, в который я как раз сейчас отправляюсь Приехала я сюда достаточно поздно, уже 11 часов, открывается он с 9, машин стоит уже много, так что я даже не представляю, что там сегодня будет твориться Сегодня вторник и, как написано у них на сайте, сегодня должен быть женский день, ladies day То есть для девушек вход бесплатный Ну посмотрим, попаду ли я сегодня сюда бесплатно Потому что, как писали в интернете, нужно бронировать места заранее, писать им на электронную почту Я им за неделю писала, два раза отправляла письма, а мне никто ничего не ответил Итак, меня пустили бесплатно, сегодня действительно latest day Одели мне браслет на руку, проверили на входе сумку и посмотрите, какой здесь прикольный вход Кстати, вход сюда только 21+, так что имейте в виду, с детьми и с подростками сюда не войдете Дверей и помещений было очень много, поэтому пришлось даже спрашивать, как пройти в раздевалку И пройдя через вот такой вот зеленый бар, мы попадаем в зону раздевалок И попадаем вот в такую вот космическую комнату с подсветками Где множество шкафчиков для переодевания, есть несколько душевых кабин, в которых есть дозаторы с гелями, шампунями для мытья Предоставляются бесплатно фены и вот такие вот белые полотенца для душа На пляже будут свои синие полотенца Кстати, чтобы получить ключ от шкафчика, мне пришлось возвращаться назад на вход на ресепшн Там его выдают по просьбе под залог либо документа, либо денег, которые возвращают потом на выходе Территория клуба не маленькая, есть много зон, сцена, большой бассейн с вот такими круглыми диванами, лежаками Фишка этого бассейна является его стеклянная стенка и можно разглядеть все, что творится под водой Пройдя вокруг бассейна, конечно же, я не нашла ни одного свободного лежака Они либо заняты, либо на них стоят таблички зарезервированы Есть еще вот такие зоны ресторанов-баров, где можно покушать Так что пришлось отправиться в поисках своего койко-места на пляж Нашла вот такой свободный лежачок В принципе, на пляже даже тоже почти все занято Один все-таки я смогла найти свободный Кроме бесплатного входа в этот день девушкам положены еще разные клюшки и бонусы, например, один бесплатный коктейль В общем, в Ladies Day девушкам на входе еще дают карточку с приветственным напитком Эту карточку можно... здесь есть специальный маленький бар именно для этих целей В общем, даете им эту карточку и они вам делают приветственный коктейль Один бесплатный, либо алкогольный, либо безалкогольный Алкогольный они там наливают вначале какой-то ликер или коньяк, не знаю, что такое розово-красное Потом спрайт обычный и все это со льдом и еще кидают туда лимон или клубничку Но я взяла безалкогольный, то есть, по сути, это обычный спрайт со льдом и с лимоном Вид, конечно, у меня здесь на миллион Хорошо бы еще, конечно, чтобы первый ряд был свободен, чтобы вообще сразу смотреть на хорошо обозрение Полотенца лежат на каждом лежаке Если лежать свободен, то полотенце свернуто в кучку, вот как на вот этом лежаке Вы его раскручиваете и ложитесь на полотенце Как только вы идете куда-то на бар или вас нету там буквально 10-15 минут Как я сходила за коктейлем, уже полотенце убрали и новое повесили опять на спинку лежака Девочкам сегодня сплошные комплименты бесплатные Настоящий кусочек ананаса, только замороженный со льдом Далее вот такое холодное, мокрое полотенце обтиралось А еще иногда ходит вот такой аквалангист, который с керхера опрыскивает всех холодной водой Лежать, конечно, долго в такую жару невозможно, даже в тени, больше 40 градусов, и это конец октября И постоянно тянет к морю Вода в море, кстати, тоже очень горячая, около 30 градусов, но все равно по отношению к окружающему воздуху она кажется прохладной И если бы было с кем оставить мою сумочку, которую я кинула на лежаке, то, наверное, из воды бы я не вылезала Но когда бесплатные бонусы закончились, пришлось идти на платный бар за водой Сейчас сходила на бар, хотела попить даже не какой-то пустейль, потому что в основном мешают ему алкогольные А просто пепси, мне дали стакан с аддом с лимоном и банку пепси Знаете, сколько это стоило? 25 зерна Я в шоке, если сейчас Ну, а вот, собственно, и само бринкс-меню Кому интересно, можете остановить и ознакомиться с ценами подробнее Ну, а пока кратко скажу, что вино здесь белое-красное стоит от 45 до 65 дирхам Это стакан и 200-400 дирхам бутылка А вот шампанское здесь продается почти все только бутылками Его здесь, кстати, приносят в большом ведре со льдом И стоит оно здесь от 850 дирхам до 10 тысяч За шот текилы, виски или джина придется выложить от 40 до 70 дирхам На обратной стороне у нас идут коктейли алкогольные и также различные безалкогольные вещи Коктейли с водкой, ромом или виски обойдутся в 55-65 дирхам Но вот цены на мартини вообще меня здесь убили Маленький шот 42 дирхама, а бутылка мартини бьянка 839 дирхам Ну, а простая бутылочка воды, в зависимости от размера, от 15 до 30 дирхам Итак, за три часа нахождения в Zero Gravity Никаких развлечений я здесь не видела Только играет музыка клубная На бассейне она громче, потому что бассейн ближе к колонкам Ну, а на пляже тоже слышно хорошо Народ тихонько лежит на шезлонгах, отдыхает, отступается И пока что дирхам нет, поскольку она будет вечером Что по ценам? Значит, вход сюда стоит в обычные дни 100 дирхам Вся эта сумма идет как депозит на еду и напитки По вторникам Ladies' Day девочкам вход бесплатный И дается карточка на бесплатный напиток Дальше, по меню До еды я не дошла, потому что это другой бар на другом конце Но мне хватило и цен на напитки То есть, учитывая эти цены на напитки Вы можете уже примерно представить, сколько будет стоить еда То есть, я думаю, что какой-нибудь маленький несчастный гамбургер Меньше чем за 100 дирхам вы здесь не купите Даже если вы придете сюда платно и заплатите 100 дирхам за вход И потратите эти 100 дирхам на еду и напитки То вы сможете купить либо только пару бутылочек пива Либо 4 парочки пепси Ну, или съесть какой-нибудь гамбургер В общем, если здесь находится целый день То, конечно, можно потратить немало Хотя в этом клубе еще вход не такой дорогой Есть другие пляжные клубы Так там вход в 275 дирхам Тот же, например, Aura Sky Pool Infinity Basin Там тоже самое, вход в 250-275 дирхам При этом это даже не идет как депозит на еду, напитки И там, я знаю, цены зашкаливают еще больше Там маленькая бутылочка воды стоит 30 дирхам В общем, не знаю, как вам, а мне в этом клубе понравилось И, несмотря на цены, я бы сюда, наверное, вернулась даже в любой другой день с платным входом Жалею сейчас только о том, что не побыла там подольше Ну, а каково ваше мнение об этом клубе и вообще в целом о пляже JBR Напишите мне в комментариях Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok